Добрый день. Подскажите, пожалуйста, нас видно? Добрый день, коллеги. Поставьте огоньки, если все хорошо в плане техническом. Так, огоньки пошли, нас видно и нас слышно. Прекрасно. Отлично, здорово. Так, я предлагаю тогда подождать еще буквально одну минутку, чтобы подключились те, кто не успел, и мы начнем. Так, ну, вроде большая часть подключилась. Да, коллеги, думаю, можем начинать. Итак, меня зовут Кирилл, сегодня со мной мой коллега Борис, и тема сегодняшнего вебинара – мы поговорим про учет мерных товаров на складе и то, как они учитываются в системе Axelot WMS. Покажем вам функционально, расскажем технически и ознакомим вас с кейсами наших успешных уже реализованных проектов. Итак, по таймингу сегодняшнего вебинара, да, будет 5 минут некой вводной части от меня, а далее передам слово своему коллеге Борису, он расскажет функционально-техническую часть, будет не менее интересно, и оставим 5 минут для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Да, кстати, не стесняйтесь задавать свои вопросы, для этого у вас есть специальная кнопочка на ваших экранах, в течение вебинара вы можете их задавать, а ответим мы на них в конце. На какие вопросы мы не успеем ответить, обязательно ответим на них уже после вебинара, связавшись с вами лично. Итак, давайте начнем с того, что освежим в памяти краткую информацию о нашей компании. Компания Axelot представлена на рынке решений для логистики уже 26 лет. С 1998 года мы ведем свою деятельность, 4 офиса в России, более 350 сотрудников у нас работает, и это самый большой штат сотрудников в подобной сфере. Это позволяет нам выполнять более 150 проектов в год успешно. Не только лишь Российской Федерации мы ограничены, более чем в 20 странах мы имеем успешно реализованные проекты в наших портфолио, и прямо сейчас ведем активную работу в дальнем зарубежье, в таких странах, как Индия, Вьетнам, Арабские Эмираты, Турция. Мы активно-активно набираем там обороты и подписываем первые партнерские соглашения. И, что немаловажно, около 10% нашей выручки идет напрямую в отдел research and development. Это отдел инновационных разработок. Поэтому мы всегда актуальны на рынке. Итак, ближе к теме сегодняшнего вебинара. Речь пойдет, как я уже сказал, об учете мерных товаров. Давайте обозначим, что же такое мерные товары в целом. В разрезе склада это сыпучие, наливные, отрезные и весовые товары, которые, как правило, требуют особого учета. По нашей статистике, за последнее время увеличилось количество забросов от наших уважаемых заказчиков именно на учет мерных товаров, данных типов товаров. Все чаще встречаемся с необходимостью вести учет не в штуках, а в килограммах, метрах, литрах и прочем. А также приходится планировать вместимость зон под именно данный тип товара. Если задаться вопросом, почему именно за последнее время выросло количество запросов работы с данными типами мерных товаров, то здесь мы можем только, наверное, лишь рассуждать. По нашей оценке, по нашему мнению, экономика России сейчас на подъеме, и, соответственно, с этим активно запускаются, развиваются производственные индустрии. И, соответственно, в производстве нашим заказчикам приходится работать с нерасфасованными товарами. Обычно это либо какие-то большие резервуары, либо это тонны каких-то нагруженных, выгруженных фруктов, которые нужно обязательно фасовать для дальнейшего учета и заведения карточки, номенклатурной карточки в систему ПМС. В чем же главная проблематика учета мерных товаров? Во-первых, необходимо учитывать остатки мерного товара. Взять большой резервуар, с него начинается разлив по канистрам, а сколько же там внутри-то осталось? Вот здесь и сейчас, в данный момент, как нам понять? Еще одна проблема. Перевод мерных единиц измерения как раз-таки в штуки. Как нам литры, как нам килограммы перевести в какую-то единую мерную систему в штуке? Это тоже вопрос, над которым предстоит думать. Планирование вместимости для мерных товаров. Как нам рассчитать, сколько еще свободного места у нас есть для тех или иных типов мерных товаров? И, соответственно, минимизация потерь во время отгрузки со склада тех самых мерных товаров. Потому что отрезая тот же самый кабель, остаются нереализованные его отрезанные части, это все утилизируется. И на самом деле в разрезе рабочей смены или недели это небольшие потери, но в разрезе месяца и даже года это уже существенные убытки. Все эти, всю эту проблематику, все эти задачи решает, очень хорошо справляется ВМС-система. В данном случае наш флагманский продукт Аксилот ВМС-Х5. Значит, вы в реальном времени сможете видеть данные по остаткам, и тогда отпадает необходимость в регулярной инвентаризации. Контроль допустимого процента отклонения при приеме и отгрузке также будет доступен вам к просмотру, что даст вам минимизацию потери как раз-таки тех самых остатков при фасовке мерных товаров. Значит, и, конечно же, наличие информации о фактическом местоположении, будь то на складе, да, или на мезонине, или в дворе склада, на поле хранение. То есть вы всегда будете знать, где что у вас находится и в каком объеме. Все это, нужно заметить, ведет и к повышению вашей репутации в лице ваших заказчиков, партнеров. А теперь мы перейдем больше к технической части. Система Аксилот ВМС значительно облегчает как раз-таки задачу в учете мерных товаров, и об этом подробнее расскажет мой коллега Борис. Пожалуйста, Борис, с удовольствием переберите слово. Спасибо, Кирилл. Итак, я еще раз приветствую всех слушателей данного вебинара. Спасибо, что вы к нам подключились. Сегодня мы затягиваем действительно важную тему, очень многогранную, многомерную. Первый – это учет мерного товара. И любой мерный учет, он в первую очередь начинается с правил и кратности непосредственно этого учета, то есть мерных единиц измерения. С точки зрения системы, мерная единица измерения – это та структура, которая может, по сути, дробиться в бесконечном количестве. Это не какой-то один целый неделимый квант. Это то, что мы можем разделить условно на какие-то подколичества. Ну, как пример, если мы говорим про мерную продукцию весовую, это килограммы, вплоть до граммов, миллиграммов можно будет их разделять. Литры – это миллилитры, то есть меньше или больше, если мы ходим в объем, метры кубические, допустим. Количество знаков до и после запятой, которое требуется учитывать в данном мерном измерении, зависит только от конкретного склада и от конкретных потребностей вашего бизнеса. Что нам дает возможность работать с мерными единицами измерения? То есть, исходя из того, что сказал выше, это высокая точность. Точность тоже может регулироваться, насколько она необходима, насколько все должно быть точно, сколько знаков после запятой мы должны учитывать. И, соответственно, здесь мы понимаем более точно, сколько у нас товар лежит на складе. Далее мы понимаем, насколько большой процент ошибок с поставками у нас может быть в ходе обработки. Если масштабировать историю с мерными единицами измерения, мы можем говорить об упаковках мерного товара. Упаковки мерного товара, по большому счету, это фиксированный квант. Точнее, не фиксированный, как раз таки, это эталонный квант. Условно, мы можем взять пример сетки с яблоками. Мы знаем, что у нас эталонное значение 5 килограмм в сетке непосредственно. Но в реальной жизни не может быть такое, чтобы у нас каждая сетка из выпущенных с производства весила 5 килограмм. Соответственно, здесь нам нужно обязательно заложить какой-то разбег. То есть настроить допустимые отклонения в рамках нашей системы – это возможность сделать. Зачем это делать, как это поможет, я чуть подробнее раскрою дальше. Дальше, по сути, мы можем обрабатывать товары какими-то целыми квантами, но при этом не забывать и учитывать точный вес. И, соответственно, для того, чтобы допустимое отклонение настраивать, соответствующие реквизиты представлены в наших настройках. Также в нашей системе можно создать неограниченное количество упаковок. То есть, условно, если у нас есть какая-то продукция, у которой основная единица измерения – килограмм или метр, если мы говорим про отрезанную продукцию, и мы знаем, что у нас есть типовые упаковки, наиболее востребованные для наших заказчиков, клиентов внутренних или внешних, система позволяет создать неограниченное количество данных упаковок, соответственно, дальше этими упаковками оперировать. Опять-таки, чтобы не тратить время на четкое, точное измерение каждого миллиметра. И, соответственно, мы завели систему в систему остатки так, как нам нужно, в упаковках мерного товара, либо сыпно-отрезной товар прямо с точностью до грамма, до сантиметра, и мы можем далее научить систему говорить с пользователем на одном и том же языке, то есть отображать информацию о мерных единицах измерения, о упаковках мерного товара во всех отчетах, в каких-то интерфейсных частях, в дэшбордах. Ну, опять-таки, это для повышения удобства пользованной системы пользователями же непосредственно. Далее, давайте я вам расскажу о разных вариациях обработки мерного товара. В Accelot WMS X5 реализована возможность обрабатывать мерный товар, в том числе по упрощенной схеме. Это учет мерного товара только на входе и на выходе. То есть суть данной схемы – это регистрация именно мерного количества товара, то есть это больше применимо, наверное, для складов, которые обрабатывают весовую продукцию. Соответственно, если говорить о весе, то мы регистрируем вес только на входе и на выходе. И помимо веса мы также регистрируем целые кванты, которые к нам приходят, то есть караба. Условно, к нам приходит палет «Замороженную рыбу», который, опять-таки, эталонный вес упаковки – это 25 килограмм. Но при этом всегда есть разбег, потому что продукция мерная. И на приемке регистрируется, соответственно, для вот этой аналитики, для номенклатуры поступившей, как количество упаковок, которое поступило. То есть условно, к нам поступило 20 этих самых ящиков. И отдельно фиксируется вес всего того, что мы обрабатываем. То есть таким образом мы получаем сразу измерение в двух аналитиках. Мы можем отправить в корпоративную систему результат и в килограммах, и в карабах. Далее, в ходе, соответственно, такой обработки мы можем контролировать допустимые отклонения. То есть, допустим, если подход от эталонного веса упаковки слишком сильный, система нас об этом предупредит, и в дальнейшем это может послужить поводом для разбирательства с производством или с поставщиками. То есть мы будем предупреждены уже на входе. Соответственно, как только мы зарегистрировали это на входе, следующими шагами обработки товара на складе, то есть размещение, отбор, какие-то внутренние перемещения, все эти движения будут обрабатываться и производиться в каких-то кванках, то есть в штуках, в карабах, без регистрации веса. Это очень удобно, потому что, ну, особенно на больших складах, крупных, высокоинтенсивных весы или другое измерительное оборудование невозможно раскидать везде, сверяться с их показаниями в ходе обработки операции. То есть здесь мы оперируем уже целыми коробами. И далее, после того, как мы планируем данный товар к отбору, система, опять-таки, даже если плановый запрос к нам пришел в килограммах, система сконвертирует эти килограммы в эти упаковки, спланирует нужное количество этих упаковок, и далее на контроле перед отгрузкой будет произведено непосредственно взвешивание данного товара или измерение, и последующая отгрузка. То есть получается, с точки зрения баланса, у нас вошли коробки, вошли килограммы, и ушли коробки, ушли килограммы. При этом эффективность и скорость обработки в рамках спада, то есть она заметно увеличена по сравнению со сквозным учетом, о котором мы дальше поговорим подробнее. Чтобы упростить этот процесс еще больше, можно использовать интеграцию с весовым оборудованием, это тоже уже многократно опробированная нами практика. На входе мы просто сканируем весы, их показания заходят в систему, отражаются, соответственно, в точном варианте, то есть нет необходимости взвешивать, допустим, каждую коробку. Но данная схема подходит не для всех складов, чаще всего это касается складов с высокой степенью стандартизации и зависит также непосредственно от специфики того, что вы обрабатываете. На примере с сетками фруктов и овощей, на примере с коробами, как бы здесь уместно работать с учетом только на выходе, целыми кланками внутри. Если же мы говорим о чем-то насыпном, о чем-то наливном, то есть опять-таки цистерны с нефтью, какие-то сыпучие материалы, которые мы должны рассыпать с точностью до грамма, и учет требуют строгости, мы можем использовать функциональность складного учета. То есть здесь взвешивание, измерение и маркировка будет на входе и на выходе, и в ходе выполнения, то есть вводы мерных значений в ходе выполнения каждой операции на складе. То есть мы пересчитываем, мы перемещаем, мы должны сквозь весь путь, который проходит товар мерный, регистрировать те самые мерные единицы измерения. Звучит очень сложно, но в нашей системе предусмотрены опять-таки ряд решений, которые позволяют облегчить обработку такого товара. В первую очередь это структурные штрих-коды, не зря я акцентировал внимание на маркировке на входе, то есть повезло, если у нас с производства, эти упаковки приходят уже маркированные структурными штрих-кодами. Напомню, что такой структурный штрих-код, это штрих-код, который содержит в себе информацию не только о наименовании товарном, но также о количестве, о дате производства, о парке, то есть там разные данные можно скомбинировать. Соответственно, сканируя данный штрих-код, мы сразу получаем информацию о точном весе коробки, которая к нам пришла. Соответственно, маркируя товары на входе структурными штрих-кодами, дальнейшая их обработка, она облегчится, потому что, опять-таки, не придется бегать к весам каждый раз или к измерительному оборудованию, помню, к кубескану, а просто сканировать уже ранее проверенные, зарегистрированные значения. Также структурные штрих-коды позволяют нам в дальнейшем пользоваться по штучным сканированиям в ходе обработки товара. Если мы работаем со штуками, опять-таки, вся аналитика по весу либо по длине там сохранится. В дальнейшем мы обсудимые действия с однозначительным товаром. Я более подробно раскрою эту тему. Если говорить об каких-то особенностях обработки, например, какие способы еще есть сделать обработку удобнее, эффективнее? В первую очередь, наверное, это доверительная приемка. Особенно актуально, если мы работаем на складе при производстве. Если там уже оборудование при запаковке все это измерило, нам достаточно будет на приемке сканировать просто штрих-код поддона, и вся информация как по квантам, то есть карабам и штукам, так и по килограммам, литрам и другим мерным единицам, регистрируется прямо по этому сканированию, зачитается на баланс склад. В дальнейшем уже при отгрузке мы можем перепроверить данную информацию. Также, когда мы работаем что с обходом товара на склад, что с выходом товара со склада, мы можем пользоваться процентом допустимой поставки, то есть недопоставки или перепоставки, регулируя там в зависимости от договорных отношений с поставщиками или с заказчиком, либо от специфики самой продукции. Есть продукция, которая жидкая флюиды, она выпаривается, допустим, или, допустим, при хранении в морозильных камерах усыхает, то есть там те же свиные полутуши могут терять до четверти своего веса, находясь в морозильной камере буквально пару недель. Это все можно регулировать в разрезе как документа отдельно, так и в разрезе каждого контрагента, то есть нашего поставщика, либо заказчика, который работает и на вход, и на выход. Далее одно из преимуществ – это пересчет при нулевом остатке, то есть работа с мерным товаром, с этими небольшими остатками – это актуальная тема. При использовании данной функциональности мы подтверждаем после отбора, что ячейка является действительно пустой. Эту функциональность мы немножечко расширили для кейса, о котором я расскажу далее, но тоже полезная вещь, которая позволяет максимально актуализировать текущие остатки, которые находятся на балансе склада. Еще это структурный штрих-код, о котором я говорил раньше, но здесь я бы, наверное, хотел раскрыть их использование в контексте учета и маркировки малых остатков. То есть если у нас какой-то отрез, метр-полтора остался у нас небольшой мешочек с каким-то насыпным товаром, который по весу учитывается, также маркируя его структурным штрих-кодом и выводя в отдельную аналитику, допустим, в отдельную партию системы, позволит учитывать и понимать, сколько у нас таких отрезов есть, какие из них можно утилизировать, какие вполне из них пригодны в работу. Ну, давайте тогда перейдем непосредственно к кейсу. Это реальный случай из многих-многих внедрений, которые у нас были. Это кейс по работе с отрезным товаром. Ранее в наших вебинарах мы уже раскрывали подробную работу с весовым товаром, делали у него акцент. Сегодня акцент будет сделан на работу с отрезным товаром. Итак, есть склад. Актуальная продукция на складе, то есть товарная группа, которая там оборачивается, основная – это кабельная продукция, соответственно, это бухты, это барабаны, это намотка, это вымотка, это учат в том числе температурных режимов при обработке, чтобы кабельная продукция отмерзла, особенно если мы говорим о больших-больших катушках, которые хранятся на улице. И с точки зрения именно мерных, единиц измерения мерного учета, ключевыми болями являлись, в первую очередь, это неоптимальное планирование отбора. То есть когда заказчикам есть под конкретную потребность, в зависимости от тех работ, которые они собираются производить с данной кабельной продукции, требуются свои какие-то кванты, то есть из этого вырастает проблема поиска квантов под конкретную потребность клиента. Ну, что имеется в виду? Условно, мы продаем кабельную продукцию в, допустим, какую-нибудь компанию «Застройщик», там, где им нужны прямо большие бухты, которые они сами перематывают, либо для строительства малоэтажных домов и для ремонта, то есть более мобильные какие-то барабанные бухты, которые можно перемещать на маломерных автомобилях, малогрузных, использовать. То есть под конкретную потребность заказчика нужно искать конкретный квант, и с этим у нашего клиента была проблема. Далее, мы говорим о отрезном товаре. У нас копились неликвидные отрезки, то есть это та история, когда у нас есть два барабана на одном 150 метров, а на другом, 15, нам требуется отрезать 10 метров, 10-метровый кусок. То есть мало того, что этот 10-метровый кусок может лежать где-то на складе уже готовый к тому, чтобы его отобрали и передали заказчику. Это зеркальная другая уже проблема, это поиск ликвидных отрезков. Так и здесь есть риск того, что отрежут от катушки в 15 метров, там останется на катушке 5 метров, который с точки зрения специфики клиента является неликвидным. То есть это уже никому не продаж, там, где у нас 5 метров кусок лежит, в другом месте 5 метров лежит и так далее, собирается целая катушка, и, соответственно, здесь очевидные потери. Как мы с этим работали? В первую очередь, как заложить основу для правильного планирования, что является ключевой проблемой, мы скорректировали учет остатков. Это, в первую очередь, функциональность конфигурации упаковок, которая позволяла нам учитывать различные конфигурации, различные намотки. То есть, условно, это учет бухт по 50 метров, по 150 метров, или барабанов, то есть длина кабеля намотанного под потребность заказчика уже учитывалась. Мы знали, где какие калибры у нас лежат и какие конкретно калибры нужны нашим заказчикам. И чтобы в дальнейшем с этими калибрами работать, были выделены зоны для отрезов разного калибра. Это начиная с тех самых барабановых бухт, заканчивая уже небольшими остатками, которые были. Прошу прощения, вижу то, что у нас звук видео пропал. Поставьте огонечки, пожалуйста, если все хорошо, у нас сейчас слышно и видно. Спасибо. Спасибо. Тогда продолжу. Выделенные зоны под разные калибры для того, чтобы в том числе дать доступ менеджерам, дальше мы об этом поговорим, к текущим остаткам, чтобы они могли под актуальную потребность заказчика планировать. Зафиксировали в обязательном порядке допустимую длину отрезков. То есть если мы понимаем четко, что начиная с 10 метров, все, что меньше 10 метров является неликвидом, мы 10 метрами зафиксировали допустимую длину, чтобы система ни в коем случае не направляла отрезать эти 10 метров от 15-метровой бухты, чтобы опять-таки не копить эти самые неликвидные отрезки. И здесь еще интересное преимущество то, что вот эта фиксированная длина допустимая настраивалась отдельно под каждую группу кабельной продукции, потому что где-то в зависимости от сечения кабеля, от методов хранения и от использования в бизнесе разные фиксированные допустимые длины отрезков. Следующим образом, следующим шагом это была маркировка обрезков и учет каждого куска. Таким образом это происходило. Каждый отдельный кусок маркировался структурным штрих-кодом, в том числе с указанием четкой длины, и заводился, приходил в отдельную партию. Для этого мы немножко наш функциональность раздвинули в системе и ускорили, сделали удобно, буквально по паре кликов дублирование партий с учетом этого самого отрезка. То есть отдельная партия – это отдельная аналитика, которая позволяет нам направлять в отдельные ячейки маленькие и не смешивать их между собой. А также с помощью состояний мы регулировали длину, то есть у нас состояние от 10 до 20 метров куски, от 40 метров и от 40 до 60, условно. Соответственно, это расходилось по разным зонам, и если мы видим эти запасы, у нас уже есть информация, которую можно оперировать, то есть в дальнейшем планировании как для системы, так и для человека, который работает посредством заказчиков, оно становится гораздо более прозрачным, как процесс. Ну и мы тоже немножко раздвинули грамки нашей функциональности, когда вместо пересчета по достижению нуля мы поставили и настроили операцию пересчета по достижению установленного остатка. И опять-таки для разных групп кабельной продукции разные лимиты выставлялись. Что это за функциональность такая? Если у нас в ячейке после операции под перемещение, отбора оставалась длина меньше вот этого самого значения, которое мы зафиксировали, система автоматически генерировала операцию пересчета, ответственный за это дело контролер подходил, пересчитывал, действительно отражал, есть ли там какие-то куски или нет, и если есть, то какой они на самом деле длины. То есть после того, как он подтвердил, что есть или нет, а если есть такой категории, то есть какая длина и какое-то состояние, это все превратилось в отдельную партию и автоматически создавалась задача на перемещение в соответствующую выделенную зону под данный тип длины и под данную отдельную партию. Этим мы сделали базу, сделали основу крепкий фундамент для оптимального планирования. Здесь уже я буду немножко повторяться. В первую очередь планирование бухты нужной длины под отбор, если мы говорим про целые кванты, это у нас в системе появилось. То есть нам нужно просто проставить в плановых данных нужную упаковку, к которой мы должны это дело отобрать, нужную конфигурацию. И система спланирует именно нужную бухту, либо нужный барабан, либо нужную катушку к отбору целиком, что касается квантов. Дальше. Для того, чтобы снизить количество отрезов каких-то, которые у нас находятся, исходя из потребностей заказчиков, мы передавали информацию об остатках этих самых обрезков менеджерам в корпоративную систему. То есть поначалу у менеджера был доступ, урезан ограниченный доступ в систему WMSX5, для того, чтобы они смотрели остатки. И в дальнейшем в ходе промышленной эксплуатации мы перенесли все это в удобную интерфейс, в их среду, в среду менеджера, то есть в корпоративную систему. И здесь, имея прямой контакт с заказчиком, менеджер выбирал нужные длины и указывал их в документе, для того, чтобы они были отобраны и отгружены. Дальше. Исходя из того, что мы залимитили максимальную допустимую длину отреза, которая у нас есть, и этим самым мы начали формировать оптимальные резы при планировании отбора. То есть, опять-таки, исключаем те варианты, когда у нас есть неликвидные остатки, то есть неоптимальный рез. Подтверждение нулевого остатка и остатка порогового после отбора, если мы добавили подостатки или до порогового значения, которое мы установили, также позволяло нам отразить актуальные остатки, и для планирования это было полезно. То есть люди видели на самом деле, какая ситуация, что у нас с остатками, какой длины и какой характеристики они числятся. И вытеснение в зону обрезков при достижении установленного остатка. Опять-таки, мы доходим до определенной длины, мы пересчитали, и этот кусок не занимает место в зоне отбора, там в зоне отреза функционально, он перемещается в соответствующую зону соответствующего калибра. Здесь, наверное, стоит сказать, что вообще работая с каким-либо мерным товаром, вот с такой спецификой, это действительно тема такая очень-очень широкая, потенциальных узких горлышек, батлнеков, трудных мест там очень много, то есть вариации возможных проблем и трудностей нам могут представить те люди, которые сталкиваются ежедневно с такой продукцией и часто требуют какого-то индивидуального подхода кастомного, потому что почему-то на каждом таком складе процессы очень унифицированы, то есть они уникальны, редко где повторяются. И мы для этого неоднократно расширяли границы наших функциональных возможностей под конкретную потребность и закрывали к своему потребность, сделая наших заказчиков счастливыми. В завершении своей части хотел бы сказать, что это один из тысячи темисов, с которыми мы сталкивались. Только один. Их было очень много в различных сферах. Тема очень многомерная, развивать ее можно бесконечно. И мы ограничены, к сожалению, временем. Поэтому спасибо. Передаю слово Кириллу. Да, большое спасибо, Борис, что рассказал нам про то, как выглядит работа с мерными товарами в нашей ВМС-системе. Ну, я хочу заметить, что не только отрезными типами мерного товара богато портфолио Акселот, и как ты правильно уже заметил, кейсов было действительно много. И тем не менее, даже если было бы в 10 раз еще больше, все равно новый проект – это новый индивидуальный подход, какие-то новые задачи. Но прорешенные кейсы до этой задачи, оно все равно положительно влияет на придумывание новых решений. Да. И я бы хотел рассказать о кейсах, с которыми мы сталкивались еще. Только за последний год Акселот работал с проектами, с любыми типами мерных товаров. И вот, например, если мы берем весовой тип мерных товаров, да, обычно что это? У нас был кейс фура, фуры привозят фрукты, овощи. Это все, значит, лежит горой. Это нужно расфасовать, да, чтобы из тонн, из килограмм тонн сделать штуки, да. Фасовочные сетки, мы это фасуем, и ведется учет в системе. То же самое с отрезными, да, например, товарами, о которых уже частично рассказал Борис. Вот он рассказал про кабели, которые также поступают, да, на производство в катушках. Их нужно нарезать, их нужно либо стянуть стяжками, да, несколько штук, либо сделать намотки небольшие. И тоже каждая намотка или каждые стянутые, там, 5, 10, 15 штук кабеля будут чиститься одной штукой в нашей системе. С отливными был прекрасный кейс, где были огромные просто резервуары с машинным маслом. И для того, чтобы сделать из этих тонн, литров, значит, штуки, да, было принято решение разливать их по канистрам и заводить в систему таким образом. При этом система всегда показывала, сколько было взято из резервуара и сколько в нем еще осталось, да. И с отрезными, например, у нас был кейс, я не буду называть наименование компании, да, дабы не нарушить там соглашение о неразглашении, но стекловата, да, например, в квадратных метрах она обычно измеряется, для того, чтобы таким большими полостами поставляется, ну, производится. И чтобы сделать из нее штуки, было предложено решение нарезать эту стекловату и упаковывать ее, собственно, в упаковке. Таким образом ввелся учет в нашу систему. Итак, на этом основная часть нашего вебинара закончена.